Саратовские авиалинии приостановили эксплуатацию самолёта ФАН-148. Поводом послужила авиакатастрофа в Подмосковье. Чем живёт Шойна сегодня? Глава региона Александр Цибульский посетил отдалённый посёлок Нинецкого округа. Внеплановые каникулы заканчиваются. Во вторник школы города и посёлка искателей начнут работу в плановом режиме. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» после случившейся накануне в Подмосковье авиакатастрофы приостановила эксплуатацию самолётов ФАН-148. Напомню, самолёт, следовавший по маршруту Москва-Орск, потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово. Все пассажиры и члены экипажа, 71 человек, погибли. Место жительства всех находившихся на борту ФАН-148 установлено. 35 человек были жителями Оренбургской области, 10 из Москвы, четверо из Саратова и по два человека из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также на борту лайнера находились по одному человеку из Мордовии, Удмуртии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов. Временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Александр Цибульский направил телеграммы главам регионов, которых коснулась трагедия. От лица жителей Нинецкого округа примите глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Никакие слова не помогают, когда речь идет о потере близких. Нам остается лишь помнить ушедших, ценить жизни каждый прожитый день, написано в телеграммах. Александр Цибульский от имени жителей региона также выразил слова сочувствия и поддержки всем, кого коснулась трагедия. Авиакомпания «Саратовская авиалиния» после случившейся авиакатастрофы приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148. Также авиакомпания уведомила Наринмарский объединенный авиаотряд об отмене 14 февраля рейса по маршруту Санкт-Петербург на Наринмарск-Санкт-Петербург. Пассажиры могут сделать возврат билета. С билетами вынужденный возврат. В заказе каждого пассажира соответствующая ремарка внесена. Сдавать билеты необходимо по месту приобретения, через кассы или оформлять интернет-возврат. Несмотря на трудности с логистикой, удаленностью Шойной и сложной схемой доставки любых грузов, ее жители полны желания развивать родное поселение. Перспективы развития самого западного населенного пункта Неницкого округа оценил в ходе рабочей поездки в это муниципальное образование глава региона Александр Цибульский. В отдаленном поселке Шойна делегация из окружной столицы осмотрела основные социально значимые объекты поселения. Среднюю школу, интернат, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, а также дизельную электростанцию. Вопросов у шоинцев накопилось предостаточно. Два самых острых – отсутствие жилищного строительства и замороженная стройка фельдшерско-акушерского пункта в центре села. Строительство фельдшерско-акушерского пункта началось пять лет назад, летом 2013 года. Здание возведено подрядчиком из современных материалов, уже опробированных в условиях Крайнего Севера. Строители еще год назад завершили все внутренние отделочные электромонтажные работы. Однако на этом строительный позитив пока заканчивается. Роспотребнадзор и санэпидемстанция не принимают объект к эксплуатации безблочных очистных сооружений и контейнера для бытовых отходов. В планы подрядчика вмешались изменения в федеральное законодательство, пояснили специалисты. В профильном департаменте сельчан заверили, что недочеты будут устранены к концу июля. И уже в августе сельские медики переедут из старого корпуса 1939 года постройки в новое современное просторное и теплое здание. Виктория Леонидовна, сколько уже тянется эпопея строительства нового ФАПа? Ну, если считать с того времени, как он начался строить, уже пятый год. Пятый год. Да. Все это время вы летитесь в старом здании? Да. Да, все это время. Старое здание, оно очень старое, 1939 года постройки, не приспособленное для оказания медицинской помощи. То есть новый ФАП мы очень ждем. До открытия нового здания лечебного учреждения уже в начале апреля в поселок на берегу Белого моря из Нарьянмара прилетит бригада медиков узкой специализации. А вместе с ними и флюра-отряд. Медики впервые привезут в Шойну оборудование для ультразвуковой диагностики, приобретенное в декабре прошлого года за счет срез президентского гранта. И проведут традиционный ежегодный медосмотр. В минувшем 2017 году бригады медиков в Шойнце так и не дождались. Решать многие вопросы в Шойне предстоит, несомненно, общими усилиями. В одиночку рыбачьему поселку не справиться. Наша основная проблема, как я уже говорила, это строительство жилья, конечно. Потому что у нас последние два новых дома были введены в эксплуатацию в конце 2016 года. Они строились 8 лет. На сегодняшний день у нас жилья свободного нет вообще. Вторая основная задача – это ввести в эксплуатацию здание ФАПа новое, построенное. Потому что существующее здание 40-го года постройки, конечно, уже в аварийном состоянии находится. Следующая задача – это нам обеспечить все-таки территорию нашего муниципального образования участковым. Для этого необходимо жилье. То есть этот вопрос тоже необходимо проработать. Далее. Ну, ежегодные медицинские осмотры нас сегодня все-таки заверили в том, что будут теперь ежегодно. Чему мы очень рады. Ну и, конечно же, хотелось бы решить каким-то образом проблему со стоимостью бензина. Потому что это волнует всех жителей. А также проблема с занятостью в связи с модернизацией котельных северных жилком сервисов. Ну, это основные наболевшие такие проблемы. Все остальные проблемы мы стараемся своими силами решать. В том числе с заполярным районом при взаимодействии и с администрацией округа. Пик своего развития рыболовецкий поселок Шояна пережил в 40-е и 70-е годы прошлого столетия. Местные сторожилы вспоминают, что именно в эти годы здесь был построен рыбоконсервный завод и создан знаменитый на все заполярье рыболовецкий колхоз «Красный промышленник». А само рыбацкое становище получило статус поселка. Сейчас дела с рыбодобичей в некогда перспективном поселке обстоят плачевно. Добыча ведется, но лишь кустарным способом. Для дома, для семьи и лишь немного на продажу. Да и о какой промышленной реализации может идти речь, если все упирается в логистику. Пока довезут рыбаки свою шоенскую навагу до Ниси, она становится чуть ли не золотой. Задача номер один для выхода из сложившейся ситуации с организацией непосредственно в поселке пункта приема наваги. На встрече с жителями сельсовета глава региона Александр Цибульский рассказал, что подобный пункт запланировано создать в шоене уже летом этого года. Проект запланировано реализовать при непосредственной поддержке частных предпринимателей и местных рыбаков. Среди проблем, озвученных жителями шоеной, в ходе рабочего визита главы региона отсутствие участкового полномочного полиции, высокая стоимость авиабилетов на рейс до Архангельска и практически полное отсутствие в поселке интернета. В низком качестве интернет-связи лично убедился Александр Цибульский. Настроить компьютер для работы даже в обычном поисковике в местной школе после нескольких попыток так и не удалось. Руководство Ненецкой компании электросвязи заверяет, что в ее планах строительство в ближайшие три года радиорелейные связи до населенного пункта. Очень уж велико расстояние. Связистам предстоит проложить радиорелейку, преодолев свыше 170 километров. Песчаная жемчужина, село Шойно, может и готова сама справиться со всеми своими несгодами, километр расстояниями и жилищными неприятностями. Но справиться в одиночку вряд ли удастся. Поэтому взгляды сельчан с самого западного населенного пункта округа устремлены сейчас на восток. Оттуда и столица округа ждут они и финансовую помощь, и дельного совета, и, конечно же, дорожной карты по развитию своего поселка. Пессимизма у людей, правда, нет. Люди настроены довольно оптимистично, очень приятно. Это говорит о том, что люди видят свое будущее в Шойне и готовы развиваться. Более того, многие люди настроены, даже когда начинаешь намекать о том, что, может быть, вам переехать куда-то, то я увидел, что люди действительно искренне любят свой край, свою Шойну, и хотят ее развивать. И более того, у них есть идеи, они их высказывают. Это очень приятно, потому что активное население, оно, собственно говоря, всегда дает какую-то перспективу для территории. Проблем в Шойне, конечно, недостаточно. Проблемы инфраструктурные. Много объектов, которые находятся уже действительно в состоянии практически аварийным. Этим надо заниматься. И, несомненно, это будет на повестке дня администрации и собрания депутатов. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Шойна. Школы на Ринмаре и поселка Искатели во вторник возобновят учебный процесс. Напомню, с 6 по 12 февраля включительно школы были закрыты из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей. Как отметили в Роспотребнадзоре, недельная пауза в учебном процессе способствовала существенному снижению заболеваемости среди школьников. Сейчас эпидпорог заболеваемости ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет превышен на 15%. В целом, по региону заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический порог на 41,5%, но уже не за счет школьников, а в первую очередь за счет детей от 3 до 6 лет. В этой категории пороговый уровень превышен на 95,7%. В этой связи закрыты 5 детских садов в поселках Каратайка, Усть-Кара, Шойнах, Риверы, селе Нижняя Пеша. Еще в шести дошкольных учреждениях округа закрыты отдельные группы. Всего таких групп 10. На прошлой неделе в НАУ зарегистрировано 732 случая ОРВИ против 808 неделей ранее. Диагноз «Грипп» предварительно поставлен только одному человеку. Это 5-летний мальчик из поселка Искателей. Окончательный диагноз у ребенка будет установлен в результате дополнительных вирусологических исследований. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что несмотря на некоторый спад заболеваемости, карантин по ОРВИ, введенный с 30 января, главным государственным санитарным врачом по Ненецкому округу Натальей Кирхар, продолжает действовать. Совершить путешествие в мир неизведанных красот Урала и Северного Тимана. В Ненецком краеведческом музее состоялась презентация выставки заслуженного путешественника России Леонида Скальского и художника Евгения Коптева. Приверженцы здорового образа жизни разных возрастов и уровня физической подготовки в минувшую субботу вышли на Лыжню России. В этом году во Всероссийской массовой лыжной гонке приняли участие свыше 300 спортсменов из Ненецкого округа – от воспитанников детских садов до ветеранов спорта. На Ринмаре традиционно местом проведения соревнований стала территория в районе тепличного комбината «Солнышко» и лыжероллерной трассы. Пока одни спортсмены разминаются перед заездом, другие репетируют восхождение на пьедестал. Организаторы тем временем регистрируют участников. Среди тех, кто сегодня выйдет на Лыжню России – Вячеслав Вахрушев. Он приехал из поселка Красное специально для участия в соревнованиях. Для кого-то эта «Лыжня России» станет очередной по счету, а для кого-то первая в жизни. До начала соревнований остаются считанные минуты. Участники выстраиваются на лыжне и ждут сигнала к старту. Для самых юных участников лыжных гонок протяженность дистанции составляла от 500 метров и выше, в зависимости от возраста. На финише каждый из участников получил сладкий подарок и спортивную шапочку. Заявилось на данный момент более 200 человек, где-то 220 человек. Все, кто популяризирует физическую культуру и спорт. Что самое сложное для новичков, ребят, которые первый раз участвуют? Я думаю, что как раз ребятам здесь проблем никаких нет. Ребята с удовольствием приходят на Лыжню и стартуют. И очень рады принять участие в этом массовом мероприятии. Я думаю, что больше переживают родители. Мы сегодня видели участников, которые приехали сюда специально из поселка Красное. Есть еще кто-то из наших детей? Из поселка Красного, из Тельвийске ребята приезжают. Они на каждой ежегодной массовой лыжне участвуют в данных соревнованиях. Победители и призеры соревнований получили памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России и Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа. Результаты гонки вошли в зачет любителей спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Число спортсменов Нинецкого округа, занимающихся по программам спортподготовки, в 2018 году увеличит в 3,5 раза. За счет окружной казны в спортшколу труд планируют зачислить 80 спортсменов. С момента создания школы в январе 2017 года спортподготовку в труде проходили 23 человека. Увеличение числа спортсменов, занимающихся по специальным программам, стало возможно после выделения дополнительного финансирования на спорт высоких достижений. Соответствующие изменения в государственную программу развития физической культуры и спорта в округе приняты администрацией региона. Госпрограмма была приведена в соответствии с законом о бюджете. Спортивная школа труд осуществляет подготовку резерва для спортивных сборных команд Нинецкого округа и Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. В настоящее время окружное учреждение нацелено на достижение спортсменами высоких профессиональных результатов. Так, по итогам 2017 года четырем спортсменам труда присвоили спортивное звание «Мастер спорта России» – трем по лыжным гонкам и одному по пулевой стрельбе. Кроме того, 18-летний спортсмен Александр Терентьев по результатам выступлений на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции и Спартакиаде учащихся России был включен в юниорский состав сборной команды России по лыжным гонкам. В начале февраля 2018 года он стал бронзовым призером на первенстве мира. Спортшкола на таком уровне работает по пяти видам спорта. В их числе такие олимпийские, как лыжные гонки, пулевая стрельба, бокс, тхэквондо и неолимпийское северное многоборье. Планируется, что в 2018 году в список также войдет олимпийский вид спорта «Спортивная борьба». В целом в бюджете Нинецкого округа на 2018 год на финансирование подготовки спортивного резерва и поддержку спорта высших достижений предусмотрено 43 миллиона рублей, что на 44% больше, чем в 2017 году. По мере развития спортивной школы труд в 2020-2024 годах в учреждении будут созданы отделения олимпийских видов спорта, отделения неолимпийских видов спорта и отделения адаптивного спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. За его плечами десятки походов и экспедиций. Он покорил вершины Кавказа и Памира, побывал на Урале, Сахалине и Югославии, путешествовал по Карпатам, Карелии и Саянам, каждый раз привозя с собой из походов тысячи фотоснимков. Часть из них представлена в Нинецком краеведческом музее. Здесь накануне состоялась презентация совместной выставки заслуженного путешественника России Леонида Скальского и художника Евгения Коптева. Одними из первых с природой от Урала до Тимана познакомилась наша съемочная группа. Эта сценка о том, как стойбище оказалось заложниками непогоды. Разогнать тучи помог звук шаманского бубна. На небе вновь вышло солнце и можно отправляться в путь. Именно такой постановкой артисты фольклорной группы Ханептё приветствуют гостей из Усинска. На Ринмар прибыл заслуженный путешественник России Леонид Скальский. За его плечами десятки различных походов и экспедиций, в том числе на Урал и Северный Тиман. Когда попал на север, то нашел здесь такую красоту, которой пока никак не могу насытиться. Все свое свободное время Леонид Николаевич стремится провести на природе. Говорит, здесь и дышится по-другому, и впечатлений хватает на год вперед. Когда мы возвращаемся туда, у нас просыпается что-то исконное, и мы чувствуем, что мы можем с природой жить по-другому. То есть начинаешь действительно там слышать что-то от природы, ответ какой-то. Вот я чувствую опасность зачастую, когда вот спокойно, ну, в хорошем состоянии, нормальном. Вот какие-то такие необычные ситуации. Эта природа с нами там вот общается. В городе мы абсолютно это теряем. Исследуя новые маршруты, покоряя новые вершины, путешественнику не раз приходилось встречать на своем пути представителей дикой природы. Мы на байдарке поднимаемся, и он перед нами там буквально метров 20 переходит реку. И я достал фотоаппарат, думаю, сфотографирую, но не успеваю. Байдарку разворачивает, я крикнул, чтобы его привлечь. Вот он выпрыгнул на берег там, встал на задние лапы, не убегает никуда. Он оказался огромным. Он не такой, как он бывает ростом человека, медведи, а вот раза в полтора-два больше взрослого мужчины, огромный медведь на задние лапы встал и вот стал рассматривать нас. Мы тоже что-то ощутили себя немного пищей и уже стали смотреть, как бы отсюда может быстрее рвать когти. Но, видимо, он был не голодный, пошел дальше. Каждый раз, отправляясь в путешествие, Леонид Скальский берет с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть красивые уголки нашей природы и поделиться этим с окружающими на персональных фотовыставках. С Леонидом Николаевичем мы уже сотрудничаем больше 15 лет. Каждый год после похода он возвращается с новыми впечатлениями, делает выставку. Также Евгений Сергеевич Коптев рисует новые картины, потому что держать это в душе и не делиться своими впечатлениями очень сложно. Я их понимаю как художник. Возможность познакомить жителей округа с работами заслуженного путешественника России Леонида Скальского и художника Евгения Коптева появилась благодаря сотрудничеству Ненецкого краеведческого музея и музейно-выставочного центра «Вортос» города Усинска. В прошлом году мы вывозили выставку, назывался у нас «Керариум Триасового периода». Как раз к этому времени были подготовлены экспонаты различных амфибий, рептилий, которые проживали на территории нашего округа, нашего региона. И она там очень благополучно нашла своего зрителя, было очень много отзывов. Наши усинцы вообще с удовольствием восприняли эту выставку. У нас ходили школы, ходили детские сады. В общем, было замечательно просто. И, наверное, это был старт для такого общения, потому что все-таки Наринмар – это наш ближайший сосед, нас соединяет зимой-зимник, то есть мы свободно можем ездить по бездорожью, по нашему, перевозить выставки. Почувствовать себя путешественником, окунуться в мир удивительной и первозданной северной природы хотя бы на несколько минут может каждый житель и гость Наринмара. Выставка «От Урала до Тимана» будет работать в Ненецком краеведческом музее в течение месяца. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.